Многие родители наверняка до сих пор вспоминают с одраганием то время, когда из-за пандемии было введено дистанционное обучение в учебных заведениях. Их можно понять, поскольку такой процесс очень сильно влиял на эмоциональную нагрузку в семье. Сейчас еще рано говорить, когда именно пандемия пойдет на спад, но уже видно, что предпринимается максимум усилий, чтобы дети могли учиться именно в школах, а не дома. Хотя периоды изоляции и карантина еще никто не отменял, но они время от времени меняются. Согласно решению правительства, с понедельника 24 января близкоконтактные школьники могут сократить время самоизоляции, сдав на пятый день после контакта с заболевшим экспресс-тест на антиген коронавируса. И то же самое в отношении детей, которые вернулись из стран с высоким риском заражения, если на них распространяются требования карантина, также на пятый день они могут сделать антигенный тест. И в том случае, если он негативный, то, опять же, позволяет это вернуться в школу и участвовать во всех школьных мероприятиях. Данное изменение призвано снизить нагрузку на центры ПЦР-тестирования. Напомним, что некоторое время назад Департамент здоровья одобрил еще одно нововведение, согласно которому, когда человек сдает тест на коронавирус, то этот анализ также проверяется на наличие гриппа и другие респираторные заболевания. Имеет значение быстрое тестирование в отношении гриппа, потому что все-таки есть специфическое лечение, но единственное, что его нужно в первые три дня. Если уже позже, уже это неэффективно. Но и нужно понимать, что смягчение карантинных требований к школьникам еще не означает смягчение ситуации в целом. За последние сутки стали известны результаты 13 тысяч 86 тестов на коронавирус, из которых 4480 оказались положительными. Цифры говорят сами за себя. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина.